Музыка Лес – это сказочный мир доброго царя Бериндея. Присмотритесь и прислушайтесь. Лес полон загадок и таинства. Он многих приютил. Здесь живут звери и птицы, ящерицы и лягушки, жуки и бабочки. А сколько в нем разнообразных ягод. Северные лесные ягоды гораздо богаче витаминами, чем их сородичи в южных областях. Северяне любят и ценят всякую лесную ягоду. Свежа, красна, полезна, вкусна. И морозить, и мочить, и варенье варить. И в мор сгодиться, не даст просудиться. В лес иди-ка, там ягода. В бару у подножия елей растет брусника. Этот маленький ветвистый кустарник выглядит всегда чистым и опрятным. Особенно он красив, когда на нем зарумянятся ягоды. Живет брусника до 300 лет. Брусница, брусинка, бруска – так ласково называют этот лесной гостинец. Брусника не только вкусна, но и полезна. Издревле ее заготовляли впрок, сушили и мочили, варили из нее варенье. Румяные ягоды шли и на пироги, и на всевозможные приправы. Хорошо в лесу, ребята, побывали там вчера. Сочных ягод сизоватых притащили два ведра. Думали, их ждет черника, а попалась... Красивы в лесах кустики голубики. Растут они долго, до 100 лет. Ягоды с сизм налетом. Сок этой ягоды прозрачный, а сама она вкусная и нежная. В ее зеленоватой мякоти таится множество полезных веществ. Витаминов в этой ягоде больше, чем в персике и ананасе. Вкус у ягоды хорош, насорви ее поди-ка. Кус в колючках будто еж. Вот и назван. Растет ежевика на опушках, по берегам лесных рек, озер, ручьев, по склонам оврагов и обрывов. В лесах Архангельской области ежевика встречается довольно редко. Кусты покрыты шипами. Ягоды ежевики похожи на ягоды малины. Только крупнее и цветом более темные. Черные или черно-красные. А вкус ягод кисло-сладкий, нежный и сочный, с душистым запахом. На полянках у реки разлетелись огоньки. Что там цвета жара от лесных пожаров? Землянику в лесу надо искать на солнечных опушках, на светлых вырубках, до лесных полянках, вблизи полей, лугов и населенных пунктов. Муравьи могут подсказать, где растет земляника. Так как они строят свои дома на сухих землях, да на слабом солнцепёке, как раз там, где растет земляника. Это самая вкусная лесная ягода нашего леса. Земляника отличается от других ягод большим содержанием железа, которым вдвое богаче слив и в 40 раз богаче винограда. Ягоды возбуждают аппетит, полезны при малокровии. Что за бусинка вот тут на стебле повисла? Глянешь, слюнки потекут, а раскусишь – кисло. Другое название – веснянка, журавлиха, красница, подснежница. Вечно зеленый стелющийся кустарник растет по болотным местам. Цветет клюква в мае-июне. Плоды темно-красные, ягоды кислые, сочной мякотью. Единственная ягода, которая хорошо сохраняется в свежем виде в течение почти всего года. Напитки из клюквы являются источником витамина С. Мы в лесу гуляли, вовсе не напрасно. Ягодок набрали кисловатых, красных, пусть не ароматных, но на вкус приятных. Это не калина и не земляника. Это не рябина, но и не брусника. Как гранат по вкусу наша... Еще эту ягоду называют каменная малина, каменника, каменка, костянка, рябчиковые ягоды. Ярко-красные, сочные, кисловатое ягоды костяники соединены в гроздья. По вкусу очень похожи на гранат. На одном стебельке целая семейка ягод. Сорвешь их, и они горошинами покатятся по ладони, каждая отдельно. В Архангельской области костяника встречается повсеместно. Когда горлышко болит или просто с чаем, из нее варенье всех нас выручает. Розовые шарики, семечки внутри. Что это за ягода? Мне ответишь ты? Малина – обычный спутник лесных гарей, вырубок, буреломов, берегов речек и ручьев, опушек, леса и лугов. И называется она лесная красная малина. Перед цветением малины лес болгоухает ее нежным и тонким ароматом, привлекая пчел. Малиновый мед, как и липовый, отличается высоким качеством. Плоды сложные, красные, состоят из мелких костянок. На вкус ягоды сладкие и ароматные. В малине содержится много сахаров, лимонная, яблочная и салициловые кислоты, витамины группы СА, В1, В2 и другие полезные микроэлементы. Похоже на малину. Живу в низине, люблю болото. Коль сорвать охота, не линейсь, наклонись, желтой ягодкой насладись. Подумай немножко, как меня зовут. Ягоды созревают в июле-аугусе и выглядят, как желтая малина на стилющихся стеблях. Ягоды содержат до 6% различных сахаров, лимонную и яблочную кислоты, витамины А, С, пектиновещества, соли, магния, калия и другие. В народной медицине мороженую используют как противоцинговое и мочегонное средство. Используются листья и корни. Две сестры летом зелены. К осени одна краснеет, другая чернеет. Черная смородина растет по берегам рек, ручьев, вдоль стенокосов и лесных полянок. В лесу смородину легко отыскать по специфическому запаху. Ягоды созревают в августе. Черная смородина – лучшая из ягод-антибиотиков. В ее плодах содержится большое количество витамина С, витамины группы В и В, лимонная и яблочная кислоты и другие полезные вещества. Для здоровья человека достаточно съесть 15-20 граммов свежих ягод, чтобы удовлетворить суточную потребность витамина С. Организм получит при этом еще витамины В и В. Если черная смородина предпочитает прятаться в тени, то красная любит открытые места с травянистой растительностью. 150 граммов ягод обеспечивают суточную потребность организма человека в витамине С. В лес уходили, здоровыми были, а вернулись обратно в синяках до пятнах. Не дрались, не падали, собирали ягоды. Черника – настоящее богатство земли. Она – отличный медонос. Из ягод черники люди изданно готовили фиолетовую краску, которую использовали в кожевиной и пищевой промышленности. Ягоды сочные, нежные, черные, синевато-сизым налетом. Созревают в нашей области обычно в начале августа. Главное достоинство черники в другом – это целебные растения. В ягодах черники содержатся витамины группы В, А, каротин, которыми черника в два раза богаче, чем молоко. Черника входит в меню космонавтов. Черничники, как и брусничники и клюквенные болота, служат кормовыми угодьями для боровой птицы. В лесах Архангельской области растут растения, плоды и ягоды которых несъедобны, а некоторые ядовиты. Большинство из этих растений встречаются редко, но знать о них вы должны. Расту в лесу под кустом, на длинном стебельке. Кругом четыре листика, а в самой глубине чернее ночи ягода. Да сильный яд во мне. Глаз растет в лиственных лесах. Лес растения, у которого четыре крупных, продолговатых листа, напоминают крест. На конце тонкого стебелька по центру красуется сизо-черная ягода. Растение очень ядовитое. Ни стебель, ни листья есть нельзя, особенно ягоды. Назвали его так, засиневато-черную ягоду, напоминающую глаз вороны. В августе среди листвы костяшки ягоды видны. Ягоды овально-красные, хоть и красивы, но опасны. Растение очень ядовито. Не зря зовется... При виде красных плодов волчьего лыка невольно хочется их сорвать. Но нужно помнить, что они очень и очень ядовитые. Человек может отравиться, съев 5-6 ягод. У волчьего лыка ядовиты и кора, и листья. Это растение цветет белыми и розовыми цветками. Цветы появляются раньше листьев. Они очень приятно пахнут, будто цветет сирень. Долго вдыхать этот запах нельзя. От него может закружиться голова. В народе это растение именуют христофоровой травой, чернецом, медвежьей ягодой, волчижником. Сок растения может вызвать на коже волдырей и даже язвы. Что это за растение? Воронец колосистый – многолетнее травянистое растение. Листья крупные, напоминают листья бузины. В Архангельской области воронец колосистый распространен вплоть до Мизенского района. Встречается преимущественно в светлых смешанных лесах. Иногда воронец колосистый из-за цвета плодов называют черным. Ягоды ядовиты. Из ягод и корневища можно готовить натуральную черную краску. В нашем крае растет и воронец красный. Плоды красного цвета. Ягоды тоже ядовитые.